В своем первом материале о деятельности магнитогорской фирмы Becar мы незаслуженно обошли вниманием отечественные автомобили. И в результате, правильно, очередь на установку газобаллонного оборудования на иномарке. Да-да, деньги в первую очередь считают те, для кого нал или без нал каждый день привычное явление. Ну а каково мнение тех, кто из-за руля не вылазит? Если многоуважаемые таксисты для себя газ выбрали давно, то что насчет машин учебных? Газовое оборудование себя оправдало уже? Конечно, конечно. Жестко уже оправдало. Даже уже в прибыли я. А сколько стоило переоборудование твоей замечательной Nexia? 11 600 мне стоило, и я уже два месяца ездил, она меня оправдала нормально. Итак, четырехцилиндровая Nexia и цена вопроса 11 тысяч с небольшим. То есть весь отечественный автопарк инжекторов сюда в Becar. И срочно. Если кто не знает куда, сюда. То это в район телецентра, на улице Лесопарковую, и здесь не ошибетесь. Как не ошибетесь и вы в установке газобаллонного оборудования на карбюраторный двигатель. Здесь цена вопрос вообще от 7 тысяч рублей. И вам нет необходимости лазить под капот для промывки карбюратора. Так как Becar на своих заправочных станциях завозит газ наивысшей очистки. Кстати, постоянным клиентам еще и карты скидки вручают, что весьма актуально. Теперь и на фоне работы по очередной установке оборудования, внимание в абсолютно новую семерку скажем, а точнее поясним, то что происходит на автозаправочных станциях. Ну, пункт номер один. Нам тут недавно объяснили популярное для всей страны, что на фоне низких цен на бензин наши нефтяники будут приносить прибыль в бюджет за счет правильно отечественных автомобилистов. То есть американских цен в 12 рублей за литр нам ожидать не приходится. Пункт номер два. Не так давно это было, и я напомню, правительство крайне рекомендовало нашим любимым и таким родным нефтяникам переходить на качественно лучший бензин. И, соответственно, цены на остатки 92-го популяристически снижены. Но это цены на остатки, и подальше будет не дешевый и только 95-й. Теперь третий и наиболее интересный пункт. Мне лично с трудом верится, что в условиях реальной экономической засады нефтяники кредитные деньги потратят на реальное переоснащение, а не на покупку валюты и гигантского количества высококтанового растворителя для доведения стратегических запасов 92-го до требуемого 95-го. Так что клапана ваших автомобилей, как и поршни, гореть в ссоре будут. Что, конечно, не случится, если в камеру сгорания попадет чистый газ. Я специально не грузанул вас рекламой. Мы, как всегда, предпочитаем рассуждая понимать необходимость кардинальных решений. Как-то перевод вашего автомобиля на газ фирме Becar. И чуть-чуть, чуть-чуть инфы добавлю. Гарантия на установку и работы 2 года. Вы думаете, что автостоп никто не колбасит, не плющит? Нет, и плющит, и колбасит. Потому что иногда мы даем не всю информацию. Так вот, сегодня мы приехали в фирму Becar для того, чтобы дать вам всю информацию. Ну, или, по крайней мере, продолжить ее давать. Когда мы говорили о том, что на иномарке на любые ставятся газовые оборудования. Вот вам результат. Абсолютно новый автомобиль, ну, на таких хороших цифрах. Поставил отсюда газ. Вот. Теперь о том, с чего начинается цена вопроса. А цена вопроса начинается, в общем-то, с небольшой цифры. 7,5 тысяч рублей. Именно столько стоит комплект газового оборудования на гарбюраторный двигатель. Ну, и, конечно же, любые отечественные автомобили, в том числе и двенашки, могут себе это позволить. Там цена вопроса чуть больше, но экономия значительно выше.